В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Кому должна, тому прощает. Самаре судит бизнесвумен, занявшую 70 миллионов рублей без возврата. Кто ответит за разбитые дороги и пробки? Проблему большегрузных автомобилей обсудили в мэрии. Вложили душу. В Самаре подвели итоги фестиваля Томсуэрфест. Восемь лет лишения свободы. Такой срок запросила обвинение для директора агентства недвижимости «Купец» Екатерины Абхаликовой. Женщина брала у знакомых крупные суммы денег якобы на развитие своего бизнеса и не возвращала. Ущерб превысил 70 миллионов рублей. Приговор должны были вынести сегодня, но заседание суда неожиданно перенесли. Подробности у Ларисы Шалафаст. Жертвами мошенничества стали почти два десятка самарцев. Все они одолжили деньги своей знакомой. Директору агентства недвижимости «Купец» Екатерине Абхаликовой, которая обещала не просто все вернуть, но и с процентами. Но ни с одним из своих кредиторов бизнесвумен так и не рассчиталась. У кого-то предприимчивая дама заняла без возврата 100 тысяч рублей, у кого-то и 10 миллионов. Доверие, чисто доверие. То есть человек входил в доверие, писал расписки, заключал договора, рассказывал схемы, которые реально работают в сфере недвижимости по продаже и покупке земельных участков. Хотя на самом деле в ходе следствия, в ходе судебного заседания выяснилось, что никаких сделок вообще с недвижимостью с 2012 года она не проводила. Вообще ни одной. Екатерине Абхаликовой предъявлено обвинение по 159-й статье Уголовного кодекса. Мошенничество в крупных и особо крупных размерах. Всего в деле 16 эпизодов. Общая сумма причиненного ущерба по обвинительному заключению составляет около 72 миллионов рублей. Ранее состоялись премия по данному делу. Стороной гособвинения было предложено суду наказание в виде реального лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. По словам потерпевших, взять с подсудимой нечего. Недвижимости и денег по официальным справкам у нее нет. К тому же Абхаликова женщина теперь одинокая. С мужем развелась. А на прошлом заседании выяснилась еще одна интересная подробность, которая может повлиять на приговор. Обвиняемая в мошенничестве представила суду справку о том, что беременна. Как это скажется на вердикте, станет известно уже 26 октября. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов. События. Многотонный вопрос. Самарской мэрии обсудили проблему большегрузов на городских дорогах. Зачастую перевозчики нарушают правила транспортировки в погоне за прибылью, перегружая машины. Это приводит к разрушению дорог и создает помехи движению. Кроме того, интенсивный трафик многотонников по городу нарушает покой самарцев. Есть ли выход из ситуации, узнала Марина Матвейшина. Тихие ночи настали на улице тракторный. Грузовой транспорт перестал здесь ездить по ночам. Мы уже рассказывали о том, что еще недавно жители жаловались на то, что в последние два года поселковая дорога превратилась в оживленную трассу. Машины везут песок со склада речпорта. Грузовики шумят, дорога разбивается, а людям приходится дышать пылью. После выезда на место представители городской власти, ОНФ и ГАИ наметили несколько путей решения проблемы. Сейчас речпорт, откуда едут грузовики, установил на выезде оборудование для весового контроля и помывочный пункт. Нашли альтернативный вариант проезда. Сейчас готовятся разрешительные документации, чтобы совершенно новую схему выезда с улицы тракторной применять на следующий год планируем. И ограничиваем существенно себя в той же прибыли, потому что не возим то количество грузов, которые востребованы, например, на строительстве Фрунзенского моста. Превышение допустимого груза, грязь на колесах грузовиков и отсутствие тентов – эти вопросы пока остаются актуальными. Только за 9 месяцев на дорогах Самары сотрудники ГИБДД зафиксировали 530 фактов нарушений как по весу перевозимых грузов, так и по их габаритам. В первую очередь, как я уже обозначил, это метод весового контроля. Соответственно, используем весы на подъездных дорогах к городу Самаре. И методы путем проверки документации, где указан тоннаж, где уже по документам, даже без взвешивания транспорта, вычисляем соответствующее превышение веса габаритов. Соответственно, по данным материалам привлекаются водители, и, соответственно, транспорт поставим на специализированной стоянке до устранения причин задержания. Участники совещания предполагают, что в документах может быть указана масса, не соответствующая действительности. А вот с прибором не поспоришь. Мэр Самары дает поручение найти возможность закупить весы для грузовиков, чтобы установить их на всех въездах в город. Сейчас действует только один пункт такого контроля. Отсутствие должного контроля за перевозчиками, оно приводит к существенным дополнительным затратам из городского бюджета на дополнительное поддержание дорог в надлежащем состоянии. Значит, с этим мы с вами мириться никаким образом не можем. И, конечно, конкуренция, конечно, прибыль, они должны присутствовать в работе частных организаций. Но, тем не менее, мы должны с вами бережно относиться и к городской среде, и к тем жителям, вокруг которых такая работа проводится. На совещании предлагают составить перечень улиц, по которым тяжеловесным разрешат ездить, и пересмотреть тарифы на транспортировку больших грузов. Сейчас перевозчики платят раз в три месяца, и порой им легче заплатить штраф. Особое внимание уделят и еще одной злободневной проблеме. В ГИБДД планируют приучать водителей к чистоте, чтобы грязь с колес не разносилась по всему городу. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Старая Самара вновь обретает цвет. Четырем домам, среди которых и памятник архитектуры, вернули исторический облик. Больше четырех месяцев волонтеры проекта «Томс ОРФ» струдились над обветшалами от времени фасадами уникальных зданий, каждому из которых более века. На этот раз активисты пошли дальше во дворы и стали создавать искусство прямо на улицах. Как кирпичную стену превратили в арт-объект и где можно увидеть аквариум с волжской рыбой, узнала Марина Кравцова. Дом на Галаксионовской, 91, построенный больше полутора веков назад, вновь обретенная достопримечательность Самары. Здание с уникальной архитектурой, деревянный модерн, большая редкость, отмечает по сути свое второе рождение. Все лето его фасад чистили, красили, меняли обветшалую резьбу на новую простые самарцы. Волонтеры проекта «Томс ОРФЕСТ». Дому вернули не только былую красоту, но и добавили новые штрихи. Панно из 800 элементов на торце здания, арт-объект художника Андрея Сяйлева и коллективный труд десятков самарцев. Это своеобразный портрет города Самара 2016 года. Созданный из сотен керамических плиток, на которых напечатаны фотографии самарских домов. Многие жители найдут здесь и свой дом. Еще одна идея, зашифрованная в панно «Тетрис», где нижние слои – это исторические здания с уникальной архитектурой. Вверх – высотки из стекла и бетона. И так важно, чтобы они не раздавили уникальную красоту культурного наследия. Хороший пример оказался заразителен. Видя, как буквально на глазах преображается старое здание, соседи тоже взялись за щетки и валики. Инесса Негина с гордостью показывает, как преобразился ее дом. Здесь она выросла. Семье дом принадлежит с 1910 года. Очищать древесину Инесса Михайловна начала сама. Волонтеры не смогли пройти мимо, помогли в остальном. Даже французы участвовали, вспоминает хозяйка. Дом, конечно, преобразился. Все говорят, потому что даже кто и мимо проходит, и то говорят, что дом совсем стал другой. Историческая среда Старой Самары постепенно оживает. К ремонту фасадов подключились и инвесторы. Только в прошлом году они отремонтировали 30 домов. В этом список расширится. И инициатива горожан – вклад в развитие Самары. Наша историческая часть города – это наше богатство. Это то, чем мы воистину гордимся. И от того, как мы сохраним эту среду историческую, будет во многом зависеть, в общем-то, наше будущее. Это очень важно и для молодежи. Мы воспитываем их сознание, и мы воспитываем их взгляд на наше сегодняшнее и на наше будущее. На улице Льва Толстого уже целый квартал аккуратных домиков. Три волонтера фестиваля восстановили в прошлом году, еще два в этом. Рядом появился еще один весьма нестандартный арт-объект. Приблизились к своей цели – как-то перезапустить Самарские дворы. Мы преобразили трансформаторную будку. Во что ее переделать придумали дети. Они долго совещались и решили, что это должно стать аквариумом. Мы подумали, что это должно стать аквариумом с ворской рыбой. Ребята-художники преобразили эту будку на Льва Толстого. За два года участниками Томсуэрфеста стали более 200 самартов. Идею восстановления исторической среды подхватили и другие города. Фестивали провели в Казани и Бузулуке. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Больше 200 несчастных случаев произошло на самарских предприятиях с начала года. Шесть с летальным исходом. Чаще всего сотрудники страдают из-за ненадлежащего контроля и пренебрежения техникой безопасности. И потому Олимпиада по охране труда, которая сейчас проходит в Самаре, как никогда актуальна. В чем соревнуются ее участники, узнала Лариса Шалафаст. Безопасность на производстве превыше всего, считает Наталья Батырева. Много лет она работает начальником отдела по охране труда в радио- и телевизионно-передающем центре. Чтобы обеспечить бесперебойное вещание в каждый дом, специалистам ежедневно приходится работать на высоте до 240 метров. Поэтому каждый сотрудник перед началом работы проходит тщательный контроль. Есть в каждом подразделении ответственность за охрану труда руководителей, как правило, этого подразделения. Они несут ответственность за то, чтобы их работники были обеспечены средствами защиты, чтобы эти средства защиты соответствовали требованиям. То есть и сертификаты, и непросроченные, и периодически проводятся испытания, вплоть до того, что там лестницы должны быть испытаны своевременно. Попробовать свои силы в Олимпиаде по охране труда пришли специалисты крупных предприятий Самары. Всего пять команд. Каждый предстоит пройти экзамен по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему технике безопасности при возникновении ЧП и на знание законодательства. Очень приятно, что на такой уровень мы все-таки выходим с достойным мероприятием. В части все-таки пропаганды, как я уже сказал, донесения до общественности важности вопросов охраны труда среди работодателей и работников. Ведь ни для кого не секрет, что только лишь совместными усилиями работодателей и работников у нас возможно создание таких условий труда, в которых может себя чувствовать безопасно каждый трудящийся. Результаты каждого тура оценивает компетентное жюри. В него вошли представители администрации Самары, Государственной инспекции по труду и Министерство труда области. В финале сильнейшая команда получит памятные дипломы. Организаторы Олимпиады надеются, что такая проверка знаний поможет специалистам повышать свой профессиональный уровень и повысит безопасность на производствах города. Лариса Шлафас, Сергей Баскин, События. Остановили время. В Самаре завершился фестиваль антивоенного кино «Тишина». В этом году кинопоказы приурочены к 75-летию. Со дня присвоения городу статуса запасной столицы. В 63-м регионе более 5000 жителей смогли увидеть антивоенный фильм шведского режиссера Гунилы Брески. «Я останавливаю время» о советском фронтовом кинооператоре Владиславе Микоши. Заключительный сеанс состоялся в музее Алабина. Для музея такой опыт оказался весьма интересным и полезным. Это не архивный какой-то пыльный документ, не малопонятный экспонат, который требует пояснения экскурсовода. Это живая речь, это образы людей. Тем более фильм данный основан на хронике. Сразу две трагедии произошли на железнодорожных путях. В Смышляевке поезд насмерть сбил женщину, она скончалась еще до приезда медиков. А в Самаре вблизи платформы «Красный крышок» под колесами погиб мужчина. Инцидент произошел около полуночи. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшедшего и личность погибшего. В крутых ключах пьяный водитель сбил на зебре 18-летнюю девушку. По данным ГИБДД, 33-летний водитель автомобиля «Рено Логан», находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался со стороны улицы Маршала Устинова в направлении Московского шоссе. В это время по нерегулируемому пешеходному переходу проезжую часть начала пересекать 18-летняя девушка. Однако автомобилист не пропустил ее и совершил наезд. Девушку госпитализировали, полиция проводит проверку. Из Самары зимой можно будет улететь в Сочи, Симферополь или в Тель-Авив. Международный аэропорт Курумыч готовится перейти на зимнее расписание полетов. В настоящий момент утвердили 31 регулярный маршрут, среди которых и совершенно новые направления. В регулярном расписании появились две новинки. После годового перерыва воздушный порт возвращает ежедневный регулярный рейс в Алма-Аты. Также появился дополнительный маршрут Самары-Тель-Авив. В израильский город перевозчики будут переправлять пассажиров раз в неделю. Самарский художественный музей целую неделю с 6 по 13 ноября будет открыт для бесплатного посещения. У всех желающих будет возможность увидеть основную экспозицию. Это более 18 тысяч экспонатов. Здесь можно полюбоваться картинами Айвазовского, Репина, Сурикова и Левитана. Акция проводится по всей России. Открытое посещение музеев будет действовать в 17 городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В Самаре дуют ветры с Северного Ледовитого океана. Это означает, что облака, сформированные в арктическом воздухе, будут время от времени разряжаться слабыми осадками, в основном мокрым снегом. По прогнозам синоптиков в Самаре и области ночами воздух будет остывать до минус 4 градусов, днем прогреваться до 2-7 градусов. А вот что вы увидите в наших следующих выпусках. Как покорялись джунгли, РКЦ «Прогресс» отмечает памятную дату пятилетия старта союза с космодрома во французской Гриане. Развязка близка Харитону Горячкину до смерти, замучившему маленького ребенка, вскоре вынесут приговор. Слово молодежи, идея модернизации города от студентов архитектурного университета. На этом наш выпуск завершен. Читайте на ствиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok